Встретиться лицом к лицу с проблемами ЖКХ не хочется никому, потому что, чтобы их решить, нужно потратить огромное количество сил. Здравствуйте, с вами Мария Смирнова и программа «Дело житейское», в которой мы расскажем вам о том, как избежать бытовых проблем и что делать, если столкнуться с ними все-таки пришлось. И сегодня в нашей программе. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Или история о том, как две управляющие компании не смогли поделить дом в микрорайоне Богородский. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Районные власти выходят на борьбу с парковочными блокираторами. И продолжение истории со свалкой в Соколовской промзоне. Нехватка парковочных мест – настоящая головная боль для любого жителя города. Вот и герои нашей истории мучаются от этой проблемы. Правда, решение для нее они нашли не слишком законное. Подробности в нашем первом сюжете. Территория вокруг дома номер один по улице Шмидта – место у автолюбителей популярное. Здесь паркуются и работники многочисленных магазинов, расположенных в округе, и просто те, кто приехал за покупками на рынок. Поэтому жильцам этого дома приходится в буквальном смысле бороться за место на стоянке. И некоторые из них нашли весьма находчивое решение о своей проблеме. Установили парковочные блокираторы и тем самым сохранили во дворе пространство для своего автомобиля. Решение это может быть и находчивое, но, к сожалению, незаконное. Поэтому Госадомтехнадзор выписал всем владельцам блокираторов предписание и настоятельно попросил жильцов металлические конструкции в течение трех суток демонтировать. Но сдаваться без боя обитатели высотки отказались, блокираторы по-прежнему на месте. Поэтому властям пришлось собрать свою небольшую армию. Здесь сегодня и работники администрации, и представители нынешней управляющей компании дома ДСЖКХ, и сотрудники Госадомтехнадзора, и даже местный участковый пришел. Управляющая компания составляет такт и начинает демонтаж конструкций. Скажите, пожалуйста, сейчас будут демонтированы эти конструкции, а где их владельцы потом смогут забрать? Владельцы, безусловно, их смогут забрать по адресу улицы Краснознаминская, дом 3. В этом здании находится управление, управляющая компания ДСЖКХ. Обращайтесь и всегда сможете забрать. Но владельцы блокираторов ничего забирать из ДЭЗа не собираются, как ровным счетом и что-то ДЭЗу отдавать. Как только автовладельцы замечают рабочих, они тут же начинают чинить им препятствия. Кто-то прижимает свой блокиратор колесом, а кто-то паркуется прямо над металлической конструкцией. Оно и понятно, расставаться со своей собственностью никто не хочет. Владельцы машин из дома номер один наблюдают за процессом со стороны, а некоторые даже ведут фотосъемку происходящего. Молчаливые баталии и взаимное сверление друг друга взглядами продолжается ровно до того момента, как владельцев блокираторов во дворе не становится достаточное количество для того, чтобы выступить против администрации единым фронтом. Разговор идет на повышенных тонах, и недовольство местных жителей можно понять. Места всем желающим припарковаться во дворе просто не хватает. Застройщик не оборудовал дом стоянкой для транспорта, и жильцам высотки пришлось самим за свои деньги построить эту парковку. Сил было потрачено немало, ведь на этом месте раньше был просто обрыв. Сами составили смету, сами нанимали рабочих для отсыпки грунта, и все напрасно. Предыдущая управляющая компания «Армиды» была совсем не против строительства новых парковочных мест, а теперь приходят люди из администрации и отнимают у них право парковать машину у собственного дома. Я сюда вложил в эту парковку с соседями миллион рублей. Почему мне каждый приезжает и сюда ставит? У меня здесь сейчас трава растет, сейчас будет все ставить, здесь будет предписание, будете кому жилку сервиса или новую управляющую компанию воспоставлять, чтобы они здесь в порядок приводили. Кто теперь компенсирует затраты жителей на строительство парковки, неизвестно. Выходит, строили они ее зря, раз теперь здесь может парковаться любой желающий. Что компенсировать? Что компенсировать? Смету мы отметим. У вас в законном порядке установлены законы? Обязательно все будет в законном порядке. Все, нет, было проведено, работы были проведены, установлены законы. Работники были на лицо, конечно. Вы совпадали с администрацией? Нет. У вас было проведено собрание жителей? Нет. Собрать ли жителей? Да, армия была не против. В Армиде судей можно вытащить. Сами жители прекрасно понимают, что их блокираторы установлены незаконно, но как по-другому сохранить свое парковочное место не знают. Более того, прежде чем демонтировать незаконные конструкции, по словам жителей, власти могли бы сначала предложить им решение проблемы со стоянками. Сладил Адам Технадзе. Да, выписал предписание. Выписал предписание, а потом он еще раз приходит. Да. И говорит, давайте мы найдем решение сначала техническое, как вам, чтобы здесь было удобно, а потом снимите ваши блокираторы. Мы всеми руками за. То есть решение не нашли, а зато административные меры дожди. Нет, решение не нашли, только оно действительно будет несколько точек. Ну а зачем же тогда сейчас снимать? Представители администрации обещают, что проблема будет решена. Власти готовят комплексный проект благоустройства этой территории, в который войдет и оборудование придомовой территории нормальными парковками. Но, как всегда, планы эти будут воплощены в жизни так скоро, как хотелось бы. В этом году обязательно будет проектировка проекта, будет все осмечено. Предложение будет вынесено на решение Совета депутатов. Я надеюсь, что депутаты подъедут этот проект. И в следующем году будет работа выполнена в полном объеме. Жители и сами ратуют за благоустройство. Вокруг дома много объектов, которые требуют ремонта или даже демонтажа. Вот, например, коллектор с открытыми люками. А ведь совсем рядом гуляют маленькие дети. И таких опасных объектов здесь сразу несколько. Градус старостей на парковке постепенно снижается. Жители соглашаются, что решать проблему недостатка места необходимо совместно с властями. Обитатели высотки надеются, что чиновники как можно быстрее выполнят свои обещания. Им больше не придется импровизировать в попытке сохранить за собой парковочное место. К слову сказать, первый дом на улице Шмидта станет далеко не последним в борьбе местных властей с блокирующими конструкциями. Работа по демонтажу незаконных блокираторов будет проведена по всему городу. На этой неделе в нашем районе произошло сразу несколько знаковых событий в сфере ЖКХ и благоустройства. И пусть они не слишком большие, но упомянуть о них, безусловно, стоит. Работники МОЗ Автодора наконец-то заметили огромную дыру посреди Пролетарского проспекта. Давайте порадуемся задорожников. Два месяца им не удавалось это сделать, и вот наконец-то начались восстановительные работы. Теперь водителям, которые выезжают из-под железнодорожного моста в сторону центра Щелково, больше не нужно применять на практике свои навыки экстремального вождения и уворачиваться до опасной канавы. Просто праздник какой-то. В микрорайоне Чкаловске около дома 2 по улице Бахчеванджи спустя 7 месяцев после ремонта теплотрассы начались восстановительные работы. Подрядчики приводят в порядок бордюры и детскую площадку. Трубы поменяли еще осенью прошлого года, но с благоустройством, как обычно, что-то не сложилось. Местная ТСЖ началом работ довольна и претензий к теплосети не имеет. После нашего рейда в Соколовскую промзону ситуация на границе Щелковского и Загорянского поселений начала меняться. Раньше около детского садика Дюймовочка лежала одна огромная куча хлама, а теперь целых три, зато аккуратно собранных и отсортированных. Будем надеяться, что следующим шагом образовательного учреждения будет все-таки вывоз отходов. А вот рядом с прудом, вокруг которого нам удалось обнаружить самую большую свалку бытового мусора в округе, трудятся сотрудники службы озеленения и благоустройства. Они уже освободили от мусора приличный участок земли, но работы здесь еще на несколько дней. Рабочие признаются, чего они за свою жизнь только не видели, но с такой свалкой сталкиваются впервые. В одной из наших передач мы рассказывали вам о жителях поселка Медное Власово, которых бросила их управляющая компания. А вот у жителей микрорайона Богородский история противоположная. За один из их домов борется сразу несколько управляющих организаций и ни одна не хочет отступать. Как это вышло и чем закончится? Давайте разберемся. Платить или не платить? Вот в чем вопрос. Ответ на него жители 10 дома в микрорайоне Богородский ищут уже несколько лет. А все потому, что им просто непонятно, кому же нести деньги за коммунальные услуги. Ведь дома управляют сразу две управляющие компании, каждая из которых считает, что именно она единственная и легитимная. Поделить жителей 10 дома управляющая организация Уют и компания СДС не могут с 2014 года. Первая зашла на управление домом после конкурса, вторая осталась после застройщика. И теперь обе компании требуют оплачивать коммунальные платежи только им. С мая 2014 года в каждую квартиру жителей нашего дома поступает два платежных поручения. Одно платежное поручение от управляющей компании Уют, которое говорит всем жителям, что она легитимна, так как ее выбрали жители. И другое платежное поручение от компании СДС. Кто же на самом деле управляет домом по праву, пока что не решил даже суд. Юридические тяжбы двух компаний длятся второй год, и как поступать в сложившейся ситуации, жители вынуждены решать сами. В итоге треть дома платит Уюту, треть СДС, а треть вообще никому не платит, пока не станет понятно, кто же все-таки является законной обслуживающей организацией. В таких условиях у дома скопились огромные долги перед ресурсоснабжающими организациями, что принесло свои плоды. В мае жильцам высотки отключили электричество. Благодаря вмешательству администрации района эту проблему удалось урегулировать, но повторения подобной ситуации никто не хочет. Поэтому жители дома организовали во дворе экстренное собрание, на котором решили выслушать все стороны конфликта и принять окончательное решение, что же делать дальше. Компания СДС на встречу не пришла, зато компания Уют явилась целой делегацией. По мнению этой управляющей организации решать здесь нечего. Они единственные законные управленцы в доме. СДС в конкурсе тоже участвовала и проиграла. В соответствии с правилами оказания коммунальных услуг управление домом начинается с того момента, как написано в собрании собственников, в котором вы говорите, либо с момента предоставления коммунальных услуг это заключение договора с ресурсоснабжающими организациями. Именно с этого числа Уют с вас пытается взыскать денежки. Если не администрация, если не администрация, ни органы прокуратуры, ни... Почему вам денежки платить? Вы ничего не сделали нам. Вы кран открыли дома? Ничего вы не сделали. Вы кран открыли дома? Да, этот кран был открыт, и нормально все. Свет выключен у вас. Дом в семье не был готов. Я вас не запутываю, я вам пытаюсь объяснить. Вы даже уборку нормально не можете сделать. Но уборка компании Уют интересует не сильно. Главное – возыскать деньги с должников. Организация уже готовит иск в суд. Но вот незадача. Жители, вставшие на сторону СДС, утверждают, что договор на обслуживание дома собственники квартир с Уютом не заключали. И по какому праву компания требует от них деньги, им непонятно. В основании того, что прошел конкурс, не мы должны были к вам идти, а администрация должна была вас уведомить, что ваша управляющая компания является Уют. И вы должны были прийти в Уют и заключить договора по закону обязанностей. По закону обязанностей. По закону обязанностей. Мы вступили. Но и это не единственный нюанс в деле оплаты долгов. Дело в том, что договор на поставку ресурсов у Уюта заключен только с Щелковским водоканалом и еще парой организаций. А вот, например, с ЭК Аэросталкером, который отвечает за водоотведение договора, у компании нет. Зато такой договор есть у СДС. Со Сталкером нет договора. Они нам отказывают заключение договора. Ну, я и не спорю. Ну, обратитесь в суд, пусть вам суд разъяснится. Что значит суд разъяснит? Я что, должна СДСу платить за Сталкер, а вам платить за воду? Тогда возникает логичный вопрос. На каком же основании Уют требует жильцов деньги за все коммунальные услуги, если передавать эти средства потом просто некому? На электричество у вас договор на сегодня есть? С 1 марта есть. С 1 марта какого года? 15-го. Вопрос, почему на протяжении года выставляли счета за электричество от вашей компании? До 1 марта этого года ежемесячно выставляли счета на оплату электричества. Вы сейчас, я поняла, вы тут хотите устроить... Нет, я просто спокойно. Нет, я совершенно спокойно. Вы тут устроите, хотите сейчас прессинг, зная, что вы пишете. Вы на протяжении полтора года все время пишете. Уют вам все время отвечают, что расчет производит ЕРКЦ. Вы знаете, не я... Вы хоть раз написали ЕРКЦ, мы не можем взять экспликацию и исправить. Я не один раз обратился в ЕРКЦ, если у вас есть желание, я сейчас в течение пяти минут принесу их ответы, где ЕРКЦ отвечает, что коллеги, мы начисляем под данным, поданным нам уютом. Странное дело, как только до сути доходит, так у уюта сразу прессинг. Хотя кто кого прессует, это еще очень большой вопрос. Жители говорят, что уют регулярно угрожает им отключением канализации, воды и прочих коммунальных радостей, если обитатели высотки не одумаются и не оплатят им за все потребленные услуги. Вот представители уюта высылают постоянно угрозы, что отключат канализацию, водоснабжение. У меня маленькие дети приходили, угрозы, пусть подают в суд на меня, если они считают, что они правы. В уюте утверждают, что никакие это не угрозы, а предупреждения. Поступать они так просто вынуждены, ведь как иначе бороться с должниками? Но жители не унимаются, демонстрируют очередное уютовское предупреждение. Вы, пожалуйста, объясните, вот это вот огрызок, вот это что такое? Это вымогательство. Это не вымогательство. А я вам прочитаю. Это не вымогательство. Уважаемые жители, управляющая компания ООО «Уют» предупреждает вас, предупреждает нас о возможном получении вами квитанции об уплате за коммунальные услуги от сторонних организаций. В отношении вашего дома между уютом и ресурсоснабжающими организациями заключены договора на поставку коммунальных услуг. Вы говорите, с 1 марта заключен договор. Послушайте, во избежание судебных разбирательств просьба производить оплату за коммунальные платежи только на счет ООО «Уют». Такие бумажки, к слову сказать, получили не только жители дома 10 в микрорайоне Богородский, но и жильцы всех домов в городе, которые ранее обслуживала компания «Уют». Видите, какая заботливая организация. Всех успела предостеречь. Но вот законны ли такие требования об оплате? Ведь совсем недавно состоялось лицензирование управляющих компаний, и по его итогам к 1 мая не «Уютник», к слову сказать, из ДС, не получили заветного разрешительного документа. А значит, право управлять этим домом обе компании потеряли. Прошу прощения, можно вопрос? Когда вы получили эту бумагу? Вчера. Тогда на каком основании вы ее разослали, что вам надо платить? Потому что ДС не имеет права, потому что вы хотели людей предостеречь. Это не имеет права. Так, вообще теперь ничего не понятно. Откуда тут еще и ДС взялся? Ясность вносит начальник отдела ЖКХ администрации района Владимир Копцов. По его словам, после того, как «Уют» и СДС не прошли лицензирование и потеряли право управления домами, администрация провела комиссию по чрезвычайным ситуациям. И по ее итогам назначила управлять всем жилым фондом этих организаций муниципальное предприятие ДС ЖКХ. С 1 мая этого года деньги вы будете платить, должны платить только ДС ЖКХ. И все, и все, секунду, и, подождите, и все вопросы, все вопросы решать, предъявлять претензии. Предъявляем претензии тому, кому платим деньги. ДС ЖКХ. Нервный смех жителей очень понятен. Тут-то с двумя управляющими компаниями разобраться не могут, а теперь еще и третья появилась, и платить внезапно надо именно ей. Да и уюту такая перспектива совсем не нравится. Представители компании хоть и не отрицают того, что право на управление дома мы не потеряли, но никакие документы ДСу передавать не собираются. Считают, что комиссия по чрезвычайным ситуациям назначила на их место другую компанию незаконно. И вообще лицензия у них уже есть, они ее 15 мая получили. Ну и что, что поздно, лучше поздно, чем никогда. И не важно, что она не дает право на управление жилым фондом, уют свои дома никому не отдаст. КЧС не может пригазать некоммерческой организации передать дома, мы юридическое лицо. Нас могут только наказать уполномоченные органы. И оснований для передачи ДЭЗу, технической документации, домов нет. В жилищном кодексе написано, технической документацией ключи на дом передаются либо по решению собрания собственников, либо после проведения открытого конкурса администрации. И эти два факта есть, их нет. А вот в разумительного ответа на вопрос, зачем жителям платить компанию, которая по закону лишилась права управлять домом, мы так и не получили. И что же делать в такой ситуации? Представители администрации района предлагают уютовцам обратиться в суд, если здесь считают действия властей неправомерными. Сами же чиновники в своей правоте полностью уверены и уже готовят ответные меры для тех, кто, по их мнению, отказывается вести свои дела законно. Документы на компании, которые не передают ключи, техническую документацию на многоквартирные дома, переданы в прокуратуру, в ОБЭП. Дальше будут заниматься органы, уполномоченные, у которых это в виде не находится. Так давайте все-таки подведем итог. То, что платить за коммунальные услуги с 1 мая нужно компании ДЭЗ ЖКХ, администрация до жителей донесла. А что же с долгами, которые накопились до 1 мая? Кому их оплачивать? Здесь власти призывают не спешить. Нужно дождаться окончательного решения суда. С долгами вопрос очень сложный. Решение суда вынесет, кто реальная управляющая компания, и тогда ей гасить долги. Обидно в этой ситуации не только за жителей 10-го дома, но и за имидж городского поселения. Ведь, как известно, именно сфера ЖКХ формирует лицо любого города. Поэтому и властям, и управляющим компаниям нужно трудиться как можно тщательнее, чтобы потом, как в случае с жителями 10-го дома, не было стыдно за проделанную работу. Редактор субтитров А.Семкин